В прошлом году группа ГАЗ показала на выставке Комтранс несколько новых автобусов. Причём особое внимание тогда привлекла перспективная модель CityMax 9. И не столько эффектным дизайном или огромной площадью остекления, сколько заднемоторной компоновкой. Понятно, что для машины длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров именно заднее расположение двигателя подходит лучше всего. Однако выпускать новинку планирует не Ликинский, а Павловский завод, прежде делавший только переднемоторную технику. Первой в серию пойдёт дизельная версия, а в дальнейшем линейка будет расширена за счёт газовых и электрических моторов. В углеводородных моделях CityMax'а использованы четырёхцилиндровый двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка собственной разработки газа. Уровень локализации таких автобусов составит немалые 90%. Другими достоинствами оказались большая площадь низкого пола, просторная накопительная площадка, электрическая аппарель и система книлинга, что позволяет машине приседать перед остановками. Вообще расположение двигателя сзади позволило расширить проход между сидениями, а попутно улучшить эргономику рабочего места водителя. При этом общая площадь свободного пространства салона, как уверяет производитель, оказалась рекордной среди автобусов такого класса. Для запуска новинки группе газ потребуется вложить около двух миллиардов рублей, из которых 500 миллионов – льготный заём, выданный Фондом развития промышленности. Серийное производство должно стартовать до конца этого года. А вообще, девятый Ситимакс – это первая модель из нового поколения автобусов группы газ. В частности, сверху модель среднего класса прикроет 12-метровый Ситимакс-12, способный перевозить до 85 пассажиров. На следующей неделе Горьковский автозавод выходит на работу после двухнедельных каникул. За это время инженерный корпус и обслуживающий персонал смонтировали оборудование, необходимое для выпуска семейства Соболь-НН. Чтобы ускорить процесс, Фонд развития промышленности предоставил группе газ льготный заём примерно на 800 миллионов. А вообще, запуск новинки будет стоить производителю больше трёх миллиардов рублей. В дилерской сети живые машины появятся под занавес года – в ноябре или декабре. При этом продавцы ожидают, что бензиновый фургон должен стоить около 2 миллионов 200 тысяч рублей. Первыми на рынок выйдут грузовые и грузопассажирские исполнения. А пассажирский микроавтобус встанет на конвейер примерно весной. А следующим этапом развития семейства станет внедрение полного привода.